Вопрос такой. Артур говорит о том, что мотивация – это совокупность стойких мотивов, определяемых характером личности, ее ценностной ориентацией и направляющей ее деятельности. Вот. О чем вопрос? Артур считает, что первое определение, вот это определение мотивации, оно волевое. И вот так и хочется назвать волей или силой воли. Четкие и стойкие мотивы и характер личности, то есть, ну, волевой. Арнислав, скажите, почему вы не затрагиваете вопросы мотивации именно как развитие силы воли? Ведь наш термин «воля» немного объемнее западной мотивации. Ну, во-первых, в этом определении только одна часть мотивации. Мотивация сложнее, есть мотивации долговременные, есть коротковременные, есть мотивации, основанные на желаниях, которые идут вразрез с ценностями и так далее. Человек может быть, ну, иначе не было бы супружеских измен, если бы человеку не происходило мотивационного противоречия, борьбы мотиваций. Очень короткое, но интенсивное, да, и очень основанное на желании. И очень стабильное, стойкое, там, основанное на верности. Верность является ценностью, да, а потом вспыхивает желание физиологическое, которое очень сложно преодолеть. И человек, оказывается, вот в таком противоречии побеждает, порой побеждает ценностная сторона мотивации, порой побеждает, ну, ясно выражаюсь, да? Порой побеждает, вот это та самая телесная, кратковременная, и человек уступает ей. Желание быть здоровым, хорошо выглядеть, иметь хороший тонус, это вопрос ценностей, это мотивация, которая заставляет человека отказаться от курения. Но потом в какой-то ситуации с друзьями, друзья закурили, и так вкусно закурили, надымили, болтают, и он, дайте мне сигарету, и тоже закурил, и покурил с ними, и на следующий день осталось полпачки, не пропадать же, и тоже закурил, а потом раз, и стал курить обратно, да? Ну, черт возьми, победила вот та самая телесная желание, которое невозможно было преодолеть. Мотивацию, так вот простым определением мы не закроем эту тему. Вопрос воли. Воля, это как раз не составляющая мотивации, а то, что ей противостоит. Когда есть мотивация, воля не нужна. Когда вам очень хочется закурить, есть сигареты, и у вас там есть мотивация, вы курите себе. Воля нужна, чтобы не закурить при всем, при том, что есть мотивация закурить. Воля для того-то и нужна, чтобы преодолевать мотивацию. И как раз тренинг self-made management и самая мотивация, там четверть тренинга посвящена вопросам развития воли. Мы делаем упражнения, которые влияют на волю. Мы обсуждаем, что это за механизм такой, для того, чтобы участники тренинга могли осознанно этот механизм использовать. Воля необходимейшая часть существования человека. Я сегодня гулял с собакой, как раз размышлял о воле и подумал, есть ли воля у собаки. Вот может ли собака съесть полмиски, потом сказать, достаточно, я и так слишком жирная. И вот при ней нет, она съест столько, сколько ей насыплет. Может ли собака, например, выполнять физические упражнения, чтобы просто войти в форму. Я гулял с собакой, потом у меня такое есть интенсивное упражнение делаю, что-то вроде зарядки. Собака, которая ложится на траву и катается на спине. Вместо того, чтобы делать зарядку, странная собака, нет у них воли. Воля это человеческая черта. Воля человеческая черта, то, что делает нас в конце концов человеком. Кстати, в нашем языке слово воля означает не только морально-психологическое усилие над собой, но и означает свободу. Говорят, вольная воля, вышел на волю, волей не поступлюсь. И в то же самое время воля это морально-психологическое усилие, которое позволяет преодолеть мотивацию и кратковременную, и долговременную. Быть свободным от чего-то? Быть свободным, только волевой человек свободен. Человек безвольный, не свободен, он зависим от всего. Ему сигаретку поднесли, он закурил. Ему котлетку принесли, он съел. Ему яду так подсыпят в какой-то момент. Ему девица взяла его за руку и сказала, все, ты мой. И он женится на ней и заведет с ней детей, потому что у нее, вот она сказала, ты мой. И он не смог противиться, его воля была слаба. Ему сказал руководитель, пойдешь голосовать, за кого сказано, давай вперед. Вот он пошел и у него нет своей воли. Он безвольный человек, он не свободный человек. Но есть мотивация. Какая мотивация? Мотивация избежать усилий, мотивация избежать напрягов. Чтобы не напрягаться, мотивация, во что он превращается со временем? Может быть и такая мотивация? Самое интересное, знаете, что работодатель никогда не повысит его в должности, потому что безвольные люди не могут управлять собой, не могут управлять другими. Женщина, которая крутит им как хочет, перестает его уважать со временем, начинает изменять ему с другим мужчиной, а в него ножки вытирает, как об коврик. Дети его не ценят, соседи на него плюют, друзья его забывают на день рождения позвать. В конечном итоге безвольный человек лишается всех тех радостей. Он не хотел напрягаться, ну так и окей, ты будешь жить не напрягаясь, но в этом случае радости жизни пройдут мимо тебя. Волевой человек живет жизнью более полной, более насыщенной и не боится формулировать свои желания. Безвольный человек, как правило, спросит, что ты хочешь, он не знает, потому что он же не знает, чего от него захотят. Зачем ему желать что-то? Он же не знает, что завтра от него заходит работодатель, жена или дитя, например. Поэтому как изменится ситуация, я же не знаю. У него нет желания, нет желания, нет своей жизни. Вот же в чем история. Воля это не просто пресс накачать. Воля это вся жизнь твоя. Нет воли, нет желания, нет жизни как таковой. Ты становишься не человеком, а вещью. Я как чемодан могу взять за ручку и переставить с места на место. А не закрыли чемодан, так открыто и простоишь всю жизнь. Вещь. Это, кстати, толстая мысль. Что человек, который говорит, я не могу совладать со своими желаниями, становится не человеком, а вещью. Спасибо. Спасибо.